так едем дальше с комментариями мария уже не первый раз слышу критику в адрес не славянок из постсоветского пространства не нужно всех под одну гребенку грести вести простите может такое случится в жизни что именно кто-то из них протянет вам руку помощи ну такая насти скрытая угроза будьте аккуратны высказываниях и если можно не обобщайте неприятно расплачиваться за сыр который ты не ел девочки вот это важный комментарий на самом деле я хочу раз и навсегда вас попросить пожалуйста смотрите мои видео со звуком со звуком и не выбирая какие-то слова из контекста не люблю оправдываться да вот не люблю такие комментарии которые содержат такой газлайтинг да во первых я не критиковала и не отчитывала не отчитывала так называемых не славянок в своих видео если посмотрите на мое лицо да я думаю что меня тоже с трудом можно отнести вот к славянки на сто процентов да я могу как бы к вашему относиться и к нашему относиться это 1 2 я еще раз повторяю моя лучшая подруга не славянка моя подруга здесь не славянка друзья нашей семьи в москве лучший друг моего отца это тоже не славян я специально не буду уточнять национальность неважно да я хочу лишь сказать то что мы всю жизнь жили соседствовали до бывший советский союз все-таки дал отпечаток культуры любой культуры все мы перемешались грубо говоря на людях отпечаток культуры на людях и я бы даже сказала что мне интереснее дружить с людьми другой культуры и если вы заметите то моего мужа тоже зовут не иван и он далеко не христианин и тоже не буддист поэтому в национализм меня можно обвинить но с очень большим трудом я думаю что скорее всего вы просто неправильно поняли мои рассуждения все что я хотела сказать то есть это была моя обратная реакция да то есть я не решила не молчать потому что каждый раз когда я говорю что-то о недостатках турецкой культуры каких-то проблемах каких-то вопросах о том что мне кто-то где-то может быть обидел обязательно под этим видео будут комментарии и обязательно это будут не славянские имена так скажем и там обязательно будет отправление меня домой то есть человек даже не разобравшую ситуации начинает меня обзывать оскорблять проваливай домой к своим иваном алкоголиком даже знаете повторять это не хочется это очень обидно я это не заслужила девочки если рассказываю каких-то проблемах если меня кто-то обидел а вы пишете вали отсюда домой это наша культура но не надо тогда позорить свою культуру в вашей культуре вашей замечательной культуре хотя не знаю какой национальности вы принадлежите нет такого это раз я никого не обобщаю я всего лишь понимаю что националист национализм он есть он есть и он наверное будет существовать очень долго до тех пор пока в этом мире существует хотя бы две разные религии вот я считаю что именно так национализм он есть и какая-то ревность женская она тоже есть я не говорю что все такие я не обобщаю и я не говорю что именно вы такая же я всего лишь говорю о том что я получаю в ответ есть определенная часть людей скажем так не только вне славянах в славянах тоже много националистов которые меня чернильницы обзывают и так и меня только не обзывают девочки поверьте мне я на ю тубе уже не один год и что меня там никто не взял я не ликвид и так далее и в общем столько всего столько всего я себе читаю национализм он интернационален он не имеет конкретно какой-то национальности поэтому я скажем так дала просто обратную реакцию и еще как мое предположение есть русскоговорящие турчанки опять же не все девочки большинство конечно же адекватные но есть очень ревнивая часть девушек и вот им кажется что тут значит каждая вот иностранка который сюда приехала не мусульманка она занимает их место и она забрала их мужчину девочки мои хорошие я вот лично каждый из вас обращаюсь ваш мужчина всегда будет вашим и ваше место всегда будет вашим никто ваше место не занимает никто вашу культуру не опускает и более того я вам скажу что девушки мусульманские спорт советского пространства я общаюсь со многими девочками не христианками да не славянками девочками достаточно традиционной культуры они тоже здесь переживают адаптацию они тоже многому здесь удивляется удивляются и многое им здесь тоже идет в отрицании и мне нравится вы помните такую вещь кажется да кажется что если ты мусульманка и ты тоже приедешь в турцию то тебе будет проще ну может быть отчасти в чем-то и проще но на самом деле нет мы переживаем те же самые проблемы даже те же самые азербайджане да вот азербайджане и турки они вообще практически братья до братские народы настолько братские что не даже язык похож все равно разная культура но вот я же вижу что она разная абсолютно разные девочки переживают такую же адаптацию более того я вам скажу кстати кто изучает турцию хотел бы углубиться в культуру у кого есть язык или девочки кто живет в турции обязательно посмотрите вот эти стендап шоу да они туповатые может быть немножечко стендап шоу гюльдур гюльдур шоу и чё гюзель харри кетлер я напишу как называется тут или тут может быть и тут и тут напишу и там сами же турки смеются над своими же недостатками они смеются над тем что я описываю в своих видео в эти если нация сама понимает свои проблемы из-за вот раскола нации на две части потому что одна часть более образованная другая часть немножечко позади осталось там и есть такая сцена забейте гюльдур гюльдур шоу по-моему это гюльдур гюльдур и есть такая сцена кирпички называется я поможет права миллион раз пряту сцену рассказывала когда такие клуши домоседки располневшие которых ничего не интересует кроме приготовления кексов вот к ним в гости приходит такая девушка социальная образованная которая ездила по миру и вот они сталкиваются и начинают общаться это очень смешно это повторюсь еще раз сделали эту сценку сделали сами турки они сделали это не про иностранцев они сделали это про себя поэтому турки сами знают скажем так свои недостатки у нас тоже есть много на чем посмеяться и в нашей культуре тоже есть определенные недостатки девочки я раз и навсегда хочу вам сказать что я не хочу быть каким-то каким-то лицом у которого репутация да вот так вот распространяются услуги один человек написал все неправильно воспринял и все значит я теперь человек ненавидящий не славянок нет нет и еще раз нет я сужу о людях потому какой человек когда начинаю общаться с человеком я смотрю на самого человека я все свои стереотипы стараюсь отгребать до стереотипы конечно не в нас во всех живут бесконечно я стараюсь их от себя отметать и я просто смотрю какой человек ну человек соответственно сможет какая я сходимся мы сходимся но национальность религия для меня не имеет значения поверьте мне хотя конечно культурная разница иногда играет какую-то какую-то роль она конечно же играет но если уж я вышла замуж за человека абсолютно в корне другой культуры и другой религии и вообще который живет меня задрить деревьев земельную я думаю что вы должны понимать что я не могу быть ненавистником всей турецкой нации или всех мусульман как может быть кому-то кажется и еще хотел сказать что хотел сказать из головы вылетела сейчас я подумаю подождите помнила и писали мне еще ёжный этот комментарий мы не писали еще что все турки ненавидят иностранок особенно турчанки ненавидят иностранок поэтому вот такое отношение честно признаться я так не думаю что это на сто процентов так что прям вот ненавидят ненависть от достаточно сильное чувство его прям вот нужно так заслужить да не ну конечно есть такие люди которые вот смотрят телевизор и они себя раз задоривают вот это постоянные политические шоу передачи они себя раз задоривают они уже начинают кого-то ненавидеть там готовы просто с шашками бойкин есть такие люди но в общем и целом я не думаю что иностранок прямо ненавидят да к ним конечно же относятся с опаской конечно же вы поймите что у любой мамы не только турецкой но и вашей мамы может могут быть элементарные страхи элементарные страхи что невестка ну что не сложится да у ребенка потому что это сложнее немножечко брак с иностранкой что она внуков увезет они разведутся внуков увезет внуки далеко будут но есть же такие страхи есть конечно эти страхи абсолютно нормальные я думаю что ненависти такой конкретный нет если сказать о моей ситуации я кстати думала об этом мне кажется что если бы на месте была местная девочка турчанка например если бы у моей свекрови была невестка турчанка если мой муж женится на турчанке то возможно было бы еще осложнением еще хуже почему потому что меня было легко прогнуть я многие вещи спихивала на незнание культуры мне казалось что там мне что-то сказали это просто такая культура и я неправильно поняла там мне что-то сделали там не на шею сели мне казалось что это наверное я неправильно поняла то есть меня можно было прогибать я была как чистый лист иностранку можно в какой-то момент прогнуть пока она ничего не знает конечно много еще зависит от характера с турчанкой было бы два варианта на мой взгляд первый вариант она бы просто послала бы всех нафиг сразу же потому что я боялась у меня то здесь нет мамы папы я боялась скажем так остаться одна мне казалось что вот это вот люди единственные родные близкие люди я должна с ними подружиться потому что никого нет на белом свете значит у нас есть такое вот убеждение что никого нет на белом свете вот ты должна обязательно подружиться хотя сейчас я убеждена что на самом деле человек всегда один и он рождается один и умирает один если ему самому с собой плохо он не с кем не сможет построить отношений вот это первый вариант она вопроса сразу бы нафиг всех послала бы и может быть они бы с ней себя так бы и не вели кстати потому что они знают я просто уверена кстати что в некоторых вопросах побоялись бы даже что-то сказать потому что рядом были бы всегда мои родители рядом физически рядом они так рядом со мной да но они мармарина рядом со мной физически были бы рядом и второй вариант она просто им подыгрывал но как вот играют турки любят играть то изображать вежливость улыбчивые недостаточно вот либо она им подыгрывала бы во всем и так бы эти отношения бы и продолжались по я думаю что прогнуть бы конечно бы они эту девушку не смогли так как меня я думаю что дело абсолютно не в том что вы иностранку очень часто турецкие свекрови не хотят в принципе невестку которая не дальняя родственница дальний родственница может быть вообще 25 водой на киселе то есть для нас это уже даже не родственница для них они знают вот свое генеалогическое древо она им очень 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 дальней родственницы из их деревни например из которой они роды можете она уже даже не родственница на язык деревне все что например не оттуда и просто пример перевожу все что например не оттуда не называют я банди я банди это не только иностранка это вот чужая чужая невестка у нас есть она говорит что я я банджи на порог своего дома не пущу я банджи это та которую не она выбрала тучанка поэтому одни и те же проблемы абсолютно просто девочкам иностранкам немножечко сложнее здесь все давайте закрыли тему и я за мир во всем мире пожалуйста не надо понимать меня неправильно